Всем привет! В эфире Универньюз, а в студии Лев Диденко. О событиях и жизни университета расскажем в ближайшие несколько минут. Итак, смотрите сегодня выпуски. В КФУ откроется курс по созданию мобильных приложений. Ученые КФУ разработали технологию получения уменьшенной копии стволовых клеток. КФУ стал лучшим учреждением по изобретательству среди вузов Татарстана. 5 августа в зеленом зале главного здания Казанского федерального университета ректор Ильшат Гафуров провел совещание с ректором Гулистанского университета в Узбекистане Мухсинжоном Хаджиевым. Совещание прошло в формате видеоконференции. Одним из главных вопросов онлайн-встречи стало открытие филиала КФУ по медицинскому образованию в Узбекистане. Как заявил ректор, такая возможность может быть реализована, если со стороны Узбекистана будет предоставлена необходимая инфраструктура. Если ФКМИЭТ найдет возможность и недалеко от вас нам предоставит помещение, соответствующее требованиям для получения соответствующих разрешений, лицензии по законодательству Узбекистана, то мы готовы рассмотреть эту возможность. Высшая школа информационных технологий и интеллектуальных систем КФУ совместно с IT-компанией Акбар с цифровой технологией, запускает бесплатный образовательный курс по созданию мобильных приложений. На протяжении полугода участники улучшат свои навыки программирования, а также пройдут практику в Акбарсе банке. О том, как будут проходить курсы, наш следующий сюжет. 10 августа Высшая школа информационных технологий и интеллектуальных систем КФУ совместно с IT-компанией Акбар с цифровой технологией запускает бесплатный образовательный курс «Разработчик мобильных приложений под iOS». На протяжении шести месяцев студенты КФУ в дистанционном формате будут изучать языки программирования, а также научатся создавать мобильные приложения на платформах Android и iOS. «Программа построена таким образом, что будет и теоретическая часть, ребята будут всегда заниматься дистанционно, в основном вечернее время, что можно совместить и работу, если Вы, ребята, работаете, и учебу, в основном вечернее время и по субботам». Сам курс будет длиться шесть месяцев, три из которых – теория, затем стажировка. Практику участники курса будут проходить в IT-компании Акбар с цифровой технологией. Их задачей станет решение определенной задачи для банка. «Приложения для бизнеса, реализация каких-то проектов именно банковских, то есть это полноценная боевая среда. То есть они и учатся, то есть получают классическую теорию и сразу же уже разрабатывают, делают продукты для банка». Помимо студентов КФУ, записаться на курс сможет любой желающий, однако главный критерий – это базовое знание языков программирования. «У нас будет три курса. Это системный аналитик, разработчик мобильных приложений под iOS и разработчик на языке .NET». После прохождения курсов следует обязательное трудоустройство в банк сроком на один год. По словам организаторов программы, на данный момент множество сфер в деятельности нуждаются в IT-специалистах, поэтому опыт, который участники получат в ходе курса, станет хорошей возможностью научиться чему-то новому и продолжить деятельность в IT-сфере. Лев Диденко, Блад Садыков, Универ, Ньюс. Ученые КФУ разработали технологию получения уменьшенной копии столовых клеток и показали, что они обладают высокой биологической активностью и терапевтическим потенциалом. Подробнее в следующем сюжете. Клеточная терапия Клеточная терапия – это новое направление в медицине, основанное на вводе в организм стволовых клеток для лечения ряда тяжелых заболеваний, например, при реабилитации пациентов после травматических повреждений. Данная терапия эффективна, но имеет свои недостатки, поэтому ученые Казанского федерального университета разрабатывают технологию получения уменьшенной копии стволовых клеток, микровизикул – более доступного и безопасного инструмента терапии. Если сравнить клетку с капелькой жира, если ее как следует капельку жира потрясти, образуется много маленьких капелек. Также и наша технология, мы берем большую клетку стволовую, мы из нее, мы ее разбиваем на много маленьких пузырьков, микровизику. Исследования показали, что микровизикулы обладают теми же свойствами, что и стволовые клетки. Однако, в отличие от стволовых клеток, микровизикулы можно заранее заготовить в больших количествах. Их удобно хранить и применять даже в клиниках, не оборудованных клеточными лабораториями и биобанками. В отличие от стволовых клеток, они не живые. Их можно, например, высушить, то есть разлить по флакончикам, высушить. И так же, как и любой препарат, можно добавить, например, физраствор перед тем, как ввести пациенту, и очень быстро подготовить препарат для введения. Данную разработку можно будет использовать для лечения травм центральной и периферической нервной системы, опорно-двигательного аппарата и ишемических заболеваний. Уже сейчас мы используем эти микровизикулы для лечения, например, травмы спинного мозга, когда мы наносим эти микровизикулы поверх травмы. Кроме того, микровизикулы мы применяем для лечения повреждений кожи, для омолаживания кожи, например, в результате фотостарения. Кроме этого, ученые отметят, что микровизикулы можно будет использовать в качестве средства доставки лекарственных препаратов. Уникальность разработки состоит в том, что технология производства микровизикул масштабируема и может быть реализована в промышленных объемах. Ильвира Зорина, Ленардо Велитяров, Универньюс. Ученые Казанского федерального университета обнаружили природные катализаторы на основе глины. Работа проведена сотрудниками научно-исследовательской лаборатории приоритетного направления «Эконефть» и поддержана грантом Российского научного фонда. Более подробно об этом в следующем сюжете. Для добычи природных катализаторов исследователи КФУ использовали глину. Полезных свойств этого природного вещества не счесть, и роль его в научно-техническом мире отнюдь не последняя. Глина известна как накопитель ионов незаменимых микро- и макроэлементов. Она проявляет себя в качестве эффективного катализатора для нефтедобычи. Природные катализаторы – это вещества, которые находятся в природе в виде минералов, различных отложений, находятся прямо в породе и проявляют каталитические свойства в различных химических реакциях. Катализаторы, полученные при добавлении компонентов глиняных пород, решают сразу несколько проблем. Во-первых, позволяют запустить процесс нутрипластового горения при более низких температурах. А во-вторых, за счет каталитического эффекта стабилизируют фронт горения, что позволяет данным процессам в пласте происходить в достаточно мягких условиях. Соответственно, их будет легче запустить при закачке воздуха в коллекторы, содержащие глиняные породы. Мы использовали природные катализаторы глины для технологии внутрипластового горения. Эта технология используется для добычи тяжелых нефтей, и в ней закачивается воздух в пласт, в скважину, и там происходит процесс окисления. Вот для того, чтобы эти процессы окисления успешно и быстро, и эффективно протекали, мы как раз рассмотрели возможность применения природных катализаторов на основе глины. Илья Баталова, Фариза Хитоглы, Универньюс. Казанский федеральный университет в очередной раз стал лучшим учреждением по изобретательству среди вузов Республики Татарстан. О том, что это значит, наш следующий сюжет. В 2019 году Казанский федеральный университет занял лидерские позиции не только в Татарстане, но и в России, получив три зарубежных патента и заключив 13 лицензионных договоров. За эти показатели Президиум Республиканского совета общества изобретателей и рационализаторов Татарстана наградил КФУ званием «Лучшие учреждения по изобретательству среди вузов». Если признают, что наш университет в интеллектуальной собственности развивается, значит, это говорит о правильности направления всего университета. Потому что все-таки патенты – это мировая новизна, это признание мировой новизны. Поэтому то, что мы признаны именно по интеллектуальной собственности у нас в Республике, в стране, показывает, что мы идем в правильном направлении. Им надо, конечно, однозначно усиливать эту работу. Вуз занял первое место в Республике в конкурсе на лучшую постановку изобретательской и патентной лицензионной работы. Вдвойне приятно вручать награду именно университету, потому что университет у нас классический. Хотя в нашей Республике представлены технические вузы, которые более прикладные, и казалось бы, что у них должно быть больше заявок, больше патентов на интеллектуальную собственность. Но вот именно КФУ умудрился не только получать патенты, но еще и продавать лицензионные договора. КФУ не только создает изобретение, но и выпускает специалистов, занимающихся патентной деятельностью. Единственная магистратура по интеллектуальной собственности, именно не юридической, а именно по промышленным, именно техническим направлениям интеллектуальной собственности, находится у нас в Инженерном институте Казанского федерального университета. И, соответственно, мы каждый год выпускаем по 5-6 выпускников, которые находят свое место, именно работают и в предприятиях, в отделах по патентованию, так и, соответственно, помогают в работе патентований и у нас в университете. Камиль Гемаздинов, Виолетта Басова, Универньюз. На этом у меня все. В студии был Лев Диденко. Не забывайте смотреть наши выпуски в социальных сетях. До новых встреч!